В целом в Ярославской области число ДТП, связанное с наездом на пешеходов, на пешеходных переходах, составляет 150 за 11 месяцев текущего года. Это рост плюс 20%. К сожалению, 10 человек погибло на пешеходных переходах и 149 человек получили ранения. Если говорить об областном центре, то зарегистрировано 83, то есть из всех 150 ДТП, которые зарегистрированы на территории области, 83, это больше половины, зарегистрированы на территории областного центра. К сожалению, 7 человек погибло и 81 человек получил ранения различной степени тяжести. Еще бы я хотел обратить внимание, что пешеход это самый незащищенный участник дорожного движения. Если водитель, понятно, он сидит в автомобиле, защищен кузовом автомобиля, тем более есть современные автомобили, которые оборудованы различными системами безопасности и каким-то образом защищают водителя, то пешеход не защищен ничем. Бесспорно, задача и госавтоинспекции, и тех структур, которые задействованы в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, максимально сделать таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения пешеходов. Тем более различные возрастные категории, это пешеходом может быть кто угодно, ребенок, люди престарелого возраста и так далее. Из дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах из 150, 137 произошли по вине водителей, оставшаяся часть произошла по вине пешеходов. На регулируемых пешеходных переходах из 150 зарегистрировано 46 ДТП, оставшаяся часть, это 104, произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. В текущем году более 14 тысяч водителей привлечены за такой вид правонарушения, как непредоставление преимущества в движении пешеходам. Ежедневно в областном центре мы проводим соответствующие мероприятия, связанные с расстановкой вблизи тех мест, где наблюдается наиболее интенсивное движение пешеходов и четко наряды занимаются этим видом профилактики и оформлением этого вида правонарушений. Еще бы, наверное, об одном аспекте необходимо сказать. К большому сожалению, на сегодняшний день нормы и требования к обустройству пешеходных переходов, которые изложены в соответствующих нормативах, СНИПах, стандартах, по нашему глубокому убеждению, они несовершенны, не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Например, до настоящего времени, если меня не изменяет память, нет требования, в каких местах надо обустраивать пешеходный переход в разных уровнях. Такого норматива, по крайней мере, его практически не существует. Поэтому, когда было тысячелетие, и бурно очень обсуждались вопросы обустройства пешеходных переходов в разных уровнях на Московском проспекте, были различные точки зрения, связанные с тем, а надо ли делать вообще. И до сих пор, кстати говоря, такая точка зрения бытует, и даже среди пешеходов, что им неудобно подниматься, это большая затрата времени, чем пересечь проезжую часть по самой проезжей части, чем подниматься, потом спускаться. Такая точка зрения до настоящего времени имеет место быть. Безопасно и удобно. Наверное, не всегда это совпадает. И все-таки пешеходы должны понимать, осознавать о том, что, да, наверное, где-то надо пройти лишние десятки, а иногда, может быть, сотни метров для того, чтобы дойти до пешеходного перехода, до регулированного пешеходного перехода, ну и в конечном итоге либо подняться на надземный пешеходный переход, как вот в этом случае мы рассматриваем Московский проспект, либо спуститься под землю.